всем привет с вами youtube канал я мой принтер сегодня в нашей рубрике мы будем собирать наш робот-пылесос и смотреть детали целые или нет и для чего они нужны маленько почитал в интернете поискал информацию буду с вами делиться если что-то я сказал не так поправляйте не страшно потому что это мой самый первый опыт с роботом-пылесосом думаю если будут в дальнейшем отдавать на ремонт буду изучать также вам рассказывать свои истории делитесь своими историями у нас колесо то получается как я вам объяснял буква р это получается справа буква л это слева редуктор я разобрал потому что чтобы вымыть эту часть как вот здесь видим оттирать вы закрепетесь ее ее надо будет ныть пришлось разобрать и вытащить моторчик и таким образом все отмылось разбирается он не тяжело здесь у нас видим такие винтики в этих разъемах чтобы отсюда добраться надо снять колесо сейчас я вам все покажу не стал я это колесо разбирать потому что показать как забивается сюда пыль сколько здесь пыли под колесом так отмыли вы эту часть теперь перед тем как ставить двигатель в свое место посмотрели на нагар и нет ли у него здесь нагаров и будем испытывать его на работу пищит он или не пищит тихо ли работает или нет то есть вам надо сюда подключить будет блок питания на 14 вольт если у вас нету блок питания на 14 вольт можете попробовать на 12 вот я подключаю такое блок питание то есть вам самое главное знать двигатель у вас работает или не работает маленькую у него любви есть но не страшно то есть видим здесь у нас идет пучок проводов здесь плюс написано здесь минус вот держу я так подключаем 12 вольт слышим наш двигатель работает не шумит и пищит то есть можно ставить его на свое место также можете попробовать наоборот все двигатель можно ставить на свое место звуков нет и искренне запаха нет если кто-то не согласен с этой методикой напишите объясните почему так нельзя смотреть или можете будет говорить что от 14 вольт у него будет другой я попробовал от лабораторика на 14 вольт у него звук такой же ничего не изменилось открываем наш редуктор видим здесь все смазочки смазано аккуратненько здесь было очень много пыли и так уж убирал убирал все волоса и все равно остались мы сейчас будем тут разбирать и вы увидите сколько здесь попадает пыли поставили двигатель закрутили на два винтика вот так вот он стоит в таком положении смазочка есть если смазки нет она будет смазать здесь тоже посмотрели ось чтобы не было пыли и ставим на свое место поставили зафиксировали закручиваем винтик закрутили все винтики теперь будем надевать наше плесо теперь будем надевать наше плесо видим здесь такой шестиугольник и здесь тоже то есть ставим на свое место поставили закрученный теперь можем попробовать наш редуктор все ли хорошо он стоит и все ли работает то есть подцепляем так же наш провод и проверяем то есть наш редуктор работает колесо вращается эту часть мы разобрали почистили проверили можем ставить ее потом на роботопылесос при сборке на сколько мог я потереть обтер но тут больше я ничего потереть не могу потому что туда и не подлезть дальше под двигатель то есть видите вот эта версия там тоже такой же там попадает пыль разбираю наглядно показываю снимаю колесо вот то есть вот эта вся беда пыль выводит из строя ваш двигатель так что иногда надо разбирать все равно и делать вашему роботу пылесосу очистку и профилактику дальше откручиваем вот эти винтики открутили все винтики и снимаем верхнюю крышку тоже как бы вроде все чистенько вот на этом колесе тоже пыль и желательно конечно убрать все эти волосы которые в будущем будут наматываться на вашу шестеренку смазка здесь видим в отличие от того редуктора нормальный еще так теперь откручиваем двигатель на двигателе и изменить другие винтики открутили теперь его вытаскиваем видим вот эта вся грязь попадает внутрь и потом выходит у вас из строя ваш двигатель вот эту шестеренку еще почище вот видим лохмоти здесь такие то есть она потихоньку потихоньку и потом все у вас редуктор встанет вот затем почистил здесь я нашу штуку видим тут тоже много грязи потому что она попадает вот сюда. Потом буду я смазывать смазкой такой, я уже показывал, то есть до пластика. И пока будете мыть, можете ее закрыть, закрутить на два винтика и без моторчика все ее отмыть. Моторчик также посмотрели на следы нагара, если ничего нету, здесь то есть почистили хорошо от пыли и также подключили и попробовали. Влево-вправо, если все хорошо, устанавливаем на свое место и запускаем. Итак, еще двигатель-то я не показал, что за номер. Вот такой у двигателя номер. Давайте подведем итоги, какие могут быть неисправности. То есть, сюда попало очень много пыли, ваше колесо не вращается, намотало на ось волосы двигатель ваш от перегрева выгорел и сломались какие-то шестеренки в редуктере. Вот такие неисправности, я думаю, могут быть с этим узлом. Может быть, что-то еще у вас. Ну и также посмотрите шлейф контакты, окислиться могут, потому что очень много видео показывают, что в роботах-пылесосах окисляются контакты. То есть, вам надо будет снять, прозвонить эту всю цепочку. Все, с этим узлом мы разобрались. Теперь переходим на узел, где у нас расположены наши щетки. То есть, щетка ваша не работает, не вращается, ошибка показывает. Также намоталось много волос, двигатель или редуктор. Давайте разберем и посмотрим, что же здесь у нас. Ногли набивает сюда грязи или нет. Тут у нас вроде ничего. Такой пыли, как в том узле от колесика нет, не попадает. То есть, вот она шестеренка. Хотя вот маленькая есть, ее можно почистить тоже. Волосы вот эти почистите, вот так. Уберите. Затем накрутили двигатель и посмотрим, что у нас здесь. Здесь вроде все чисто. Так что, сюда у нас пыль не попадает. Ставим обратно и закручиваем обратно винтики. Винтики здесь вот такие вот. Поставили шестеренку на место. Затем ставим нашу защитную крышку и закручиваем наши винтики. То есть, мы посмотрели, что на колесе пыли и грязи гораздо больше, чем на нашем возле, где расположены наши щетки. Но, когда мы снимали, мы видели, здесь было сколько намотано. Моторчик здесь получается вот такой на 14 вольт уже. Вот такая вот марка. Сейчас я вам покажу, как моторчик будет работать от 12 вольт и от 14. То есть, вот этот желтый провод у нас от 12 вольт, а этот провод от 14. Моторчик живой. Можно ставить его на место. Ну вот, мы добрались до главного двигателя щетки. Давайте попробуем его заменить. Откручиваем наши крепежи. Винтики здесь вот такие вот. Затем снимаем эту часть и эту часть. Видим таким образом. Двигатель у нас не вылазит. Вот, пошел, пошел, пошел. Ушки вот такие вот. У нас следы нагара. Уберем их. В принципе, вот так двигатель трогаешь. Сильно вроде ничего не шатается. Попозже включим, посмотрим. Сейчас разберем редуктор. Посмотрим еще он состоит и сколько там смазки. Откручиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть винтиков. Открутили шесть винтиков. Винтики вот такие вот. Посмотрим состояние редуктора. И так. В принципе, редуктор. Ничего, состояние. Пыли мало. Но все-таки на оси имеются волосы. Смазка здесь, видим, еще у нас есть. В принципе, здесь ничего такого больше интересного нет. То есть, здесь ваш щетка заезд. И двигатель ваш прокрутит хорошо. У вас может сломаться какой-то зубец. И будет проскальзывать. То есть, вот эту попробуйте держать. А эту крутить. И заодно посмотрите, щелчки есть, нет. Так. Ну, в принципе, редуктор посмотрели. Больше ничего такого интересного нет. Если хотите разобрать, здесь имеются винтики. Их раскрутите. И ваш редуктор разберется. То есть, вот эта ось держится. Два винтика. Разберете с одной стороны или с другой. Без разницы. Затем, как обычно, подключаем 14 вольт. С лабораторника. И смотрим на экране. Свет специально выключил, чтобы было смотреть. Здесь искрения нету. И здесь. Искрения не видно. Дальше посмотрим, что здесь внутри у нас. Откручиваем три винтика. Открутили. Теперь достаем наш редуктор. Опаньки. Тоже видим, вроде все в порядке. Если вы сюда полезете, не знаю зачем. И у вас слетят шестеренки. То есть, смотрите. Вначале поставьте вот эту шестеренку вниз. Черную. Потом, затем вот эту сверху. То есть, вот эти наши зубья соединяются здесь. А вот эти зубья соединяются с металлической, с моторочком. Потому что по-другому вы не поставите. Ну и нам же надо сюда еще залезть. Ось. На ней расположена такая вот шестеренка. Когда будете вставить, не перепутайте сердечко. То есть, задом наоборот. Вот этот направляющий должна быть справа. И все вплотную должно у вас здесь прижаться. И закручиваем внутри винтика. Попробуйте, вращается ли у вас. Двигатель или нет. То есть, я вам показал, как менять двигатель сам. Если на будет необходимость. Кому-то интересно будет. Номер двигателя. Если вы видите вот такой вот. На 14 вольт. На 14 вольт. Затем, когда будете вставить. Вот эту до конца не надевайте. То есть, вот так вот ее. Отросли. Оттащили. Нашли. Чтобы на ваша направляющая. Вот эта черная. Вошла. Встала на свое место. И тогда, может быть, одеть. Наверное, так. В общем, поставили направляющие. Отделили вот эти крепления. Закручиваем на 4 винтика. Все. Закрутили на 4 винтика. Все. Подшипывать. Ваш двигатель. Как он работает. Такая специальная. Как бы создана. Качелька. Это, видать, для грузов. Для чего. Я не знаю. То есть, вот так вот. Он работает. Так. Насчет этих щеток. Мы решили все-таки. Размочить. Подшипник. Не знаю. Получится. У меня не получится. То есть, сейчас уберу все волосы. И. Вот таким вот силиконовым маслом. Попробую, чтобы он начал ходить. Потому что двигатель у нас оказался целый. Рабочий. Так что. Попробую его. Чтобы он у нас разработался. Так. На будущее. У кого есть такие пылесосы. Не забывайте. То есть, вот эта часть. Чтобы у вас не ржавело. Доставайте. И подшипники смазывайте. То есть, таким маслечком. Вполне пойдет. Отмыл я наше основание. Видим какое состояние. Какое было. Какое стало. Сейчас достанем нашу вот эту еще. Часть. Смажем ее. Ролик. Направляющий. Держится она вот на этих защелках. Здесь такие защелки. Держит ее. И смазка старая. С волосами. Сейчас мы его вытащим. И смажем свеженькой смазкой. Чтобы вытащить крепеж у нас. Для коллектика. Видим там тоже пыль все равно. Надо его почистить. Держать. Чтобы ее вытащить. Нажимаем вот сюда на ось. На металлическую. По максимуму. Вот так вот. Вращаем отвертку. Просто. И она вылазит. Видим тут тоже у нас. Находится обязательно кусочек пыли. Хотя я мол. Два наших фото датчика. Который видать. И влияет на колесико. Видны. Сейчас все почистим. Здесь внутри смажем. И засунем обратно. Вот. Начал чистить. И смотрим. Сколько еще. Здесь грязи. То есть это все влияет на работу. Вашего пылесоса. Взяли. Нанесли. Смазку. Будьте аккуратны. Чтобы вот эти. Наши фотоэлементы. Не попали. И одели. Все. Теперь. Наши колесико ходят хорошо. В общем узнавал я насчет этой схемы. Смотрел в интернете. Писал на авито специалистам. Сказали как бы модуль Wi-Fi. Но это не похоже. То есть. Что это за схема. Так я и не знаю. Это очень плохо. Если вы знаете. Напишите в комментариях. Что это за схема. Для чего она нужна. Потому что если ты разбираешь технику. Не знаешь что это за схема. Ты потом не сможешь найти ошибку. Бру дело что то в ней. Мне будет очень интересно знать. Что это и для чего она нужна. Направляющий колесико поставили на место. Вот так он крутится сейчас. Пока смазки не было. Она крутилась еще лучше. Но сейчас смазка разойдется. Это тоже сейчас легко вращается. То есть этот узел сейчас должен легко выполнять свою функцию. Что там нет ни пыли ни грязи. Следующим образом ставим датчик падения. Обтер его весь. Посмотреть сейчас я никак не смогу. Работоспособность. Только когда будем подключать. Посмотрим. Будет он светиться ли не будет. То есть ставим его на свое место. Поставили. Этот датчик нужен для того. Чтобы он у нас не упал. Спереди. То есть он определяет. И ваш пылесос отъезжает назад. Датчик поставили. Закрутили на винтик. Затем будем ставить наш двигатель под боковые щетки. Посмотрите чтобы у вас были такие манжеты. Нигде вы их не потеряли. То есть восстанавливается тоже не сложно. Поставили. Манжеты в отделе. Вылетела. потому что я ее отсюда одел, то есть она одеваться должна не так юбочкой сверху, а должна юбочка быть снизу, тоже видимо я еще ничего не делал, а уже крепление у нас ломается, трещина, такие вот делают сейчас изделия, даже не успел закрутить, уже стрещины, не закручивайте здесь шуруповертом, может крутите отверткой, чтобы не поломать резьбу, ну и все, закручиваем их на винтики, закрутили наши двигатели на 6 винтиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, затем поставим датчики наши на свое место, почистили их, как их, смотри, как звонить, я думаю только сюда, потом подходит питание сюда, можете до отсюда, будет ли звонить, не знаю, я их не звонил, потому что, сейчас скажу, как ее называют, так, поставили сюда, затем сюда, кто знает, как они называются, для чего нужны, поисковую информацию, сейчас скажу, это у нас датчик электронного компаса, какое название интересное, то есть, для чего они нужны, в комплекте у вас шла лента магнитная, то есть, когда вы крепите, вот эти датчики определяют магнитную ленту и не переезжают через нее, вот все, весь секрет, так, дальше будем ставить подставочку, все-таки нашел я, что-то за схемка, вот эта зелененькая, вот эта схемка для приема нашего пульта, так что, если у вас не будет работать пульт, обратите внимание на эту схему, теперь ставим подставочку, закручиваем на 4 винтика, дальше будем ставить датчики изберения расстояния, посмотрите, какая здесь пайка, то есть, три контакта запаянутых, у вас также на плате или нет, подскажите, здесь вроде все ровно, все отдельно, а вот здесь вот так вот сделано, вот эти датчики изберения расстояния, по этим светодиодам, они определяют расстояние до стены спереди, если у вас пылесос начнет влепляться спереди, то есть, получается, вот эти схемка, у вас что-то неисправно, светодиод какой-то неисправен, надо протереть светодиод, если не поможет, посмотрите, вот эти разъемы, возможно, здесь какая-то у вас отпайка идет, также потом посмотрите шлифы, которые идут, подцепляем датчик падения, сейчас закрутим винтики и подцепим все остальные провода, закрутили четыре винтика, раз, два, три, четыре, подцепили этот провод от датчиков ленты, подцепили этот провод от нижнего датчика и подцепили этот провод от направляющего колесика, поставили все свои схемки на место, то есть, модуль Wi-Fi, закрутили, также уложите сюда аккуратненько провод, как он был, этот датчик у нас док-станция, то есть, за счет этого датчика, ваш пылесос возвращается на станцию на зарядку, если он не будет возвращаться, обратите внимание на этот датчик, в принципе, тут больше, тоже датчики расстояния, датчик боковой, нижний, чтобы он у вас не упал, тоже датчик боковой, то есть не будет здесь работать, также обтирать вот эти фотоэлементы и смотрите за стекло внизу, все подцепили, затем испытаем эти датчики от бампера, то есть, как они нажимаются, включили наш мультиметр на прозвонку, то есть, вот он пишет, берем два боковых контакта, ставим сюда, видим, не звонится, пылесос наш ехал-ъехал, врезался и звонится, все, датчики работают, верхнюю крышку можно ставить на свое место, когда будем ставить на место, то есть, обратите внимание, вот этот провод у вас будет входить вот сюда, вот в этот штекер, вот в это гнездо, это гнездо у нас получается, так и не задействовано, не знаю, для чего у нас нужно, для чего-то нужно, так, поставили верхнюю часть на свое место, закрутили, 1 винтик, 2 винтик, 3 винтик, 4 винтик, 5 винтик, 6 винтик, 7 винтик, затем ставим нашу подставочку под щетки, подцепили провод, после чего ставим левое колесо, не забываем о пружиночке, которая была расположена там, то есть, она ставится у нас вот так вот, вот эта длинная часть смотрит туда, вовнутрь, перед тем, как одевать пружинку, втыкаем наш провод, где он был, провод вошли, теперь можно одеть пружинку, пружинку одели, и ставим колесико на свое место, попробовали, чтобы у вас колесо, было в натяг, после чего закручиваем 2 винтика, то колесо одеваем также, после чего берем крепежин, здесь видим отверстие, вставляем вот сюда, а здесь вставляем вот сюда, поставили их, и вот таким вот образом они ставятся на свое место, в общем, сначала, надо поставить лучше вот эти крепежи, а потом одевать ваши колеса, так вам будет легче, ну и проблема, потому что, пока опыта по сборке нету, этого парисоса, делаем вот так вот, все легко встало, и можно одевать колеса, всегда специально показываю наглядно, в чем может быть проблема, чтобы вы с ней не столкнулись, и еще посмотрите, вот на эти уплотнительные две резинки, то есть, видимо, одна резинка у нас осталась там внутри, я надо бы достать, вот так они должны быть, следующим образом будем ставить наши вот эти, видим, ролик раскрутился, то есть, отошел, сейчас я его легко держу, легко кручу, и этот ролик также хорошо сейчас вращается, смазывалось с этой стороны, вот с этой стороны, легко вращается, вот видим, то есть, ваши подшипники должны вращаться, иначе будет нагрузка на двигатель, и просто резинка вот эта истерется, и двигатель перегорит, обращайте внимание на этот узел, и так поставили, на свое место, теперь, ставим эту часть, и сюда щелкиваем, так, вроде, все в порядке, следующий вопрос, разберем наш контейнер, и посмотрим, что за двигатель, потому что, надо посмотреть, хотел подключить сюда лабораторник, но я не знаю, там что, самоторчик, здесь берем его, винтики, и, конечно, Такое у нас состояние, так, возвращается легко, давайте откроем, посмотрим. Так вот припаянный наш моторчик, таким образом и пружинка. То есть, чтобы достать моторчик, вот так отвертку засунули и потихоньку, аккуратненько ее достали. Вот винтики беленькие крепят наш моторчик. Моторчик здесь у нас оказывается вот такой, на 12 вольт, так что если не будет у вас вращаться вот эта турбинка, обратите внимание на моторчик. Сейчас подключим, попробуем, как работает. Итак, посмотрим наш двигатель. Рабочий или не рабочий, то есть, подключили 12 вольт и пробуем его. Видим? Двигатель пищит. Да. 2 3 Садили турбину. В общем, если у вас будет такой писк, то обратите внимание на ваш двигатель. Итак, поколдовал им-ка с моторчиком, побегал с бубенцами, сказал волшебные слова. Давайте испытаем, что у нас получилось. Наш моторчик не пищит. Давайте я вам скажу эти волшебные слова, чтобы вы тоже могли сделать. Видим вот эту часть, она в смазочке. Взял опять же наше волшебное масло, намазал маленько, разработал, где-то часик постоял и все. И наш прекрасный писк исчез. Ну, собираем в обратной последовательности. Так, поставили. Так, расположение проводов такое. Поставили контакты, как они были. То есть, вот эти уголки смотрят у вас в одну сторону, в левую. После чего не забываем о пружинке. Ставим все на свое место. Вот так вот закрепили ее. Попробовали пружинку. Закручиваем на два винтика. Закрутили. Затем берем эту часть и ставим, как она была. Поставили. Закручиваем на четыре винтика. Закрутили на четыре винтика. Раз, два, три, четыре. Затем ставим вот эту нашу щеточку. Поставили. Попробовали. Закрывается у нас или нет. И закручиваем на три винтика. Все. Конечно, ее не обязательно было снимать, но об этом я не знал. Так, поставили. Подключаем наш блок питания. И пробуем еще раз. Наш вентилятор будет работать. Видим, в одну сторону он работает нормально. В другую он, получается, гудит маленько. И сейчас сюда стал хорошо работать. Ну все. Этот отсек мы тоже почистили, смазали, проверили, изучили. Да, контейнер-то я собрал, а самое основное я и забыл. То есть два фильтра. То есть этот фильтр у нас идет для воздуха. Этот фильтр, оказывается, сколько раз я почистил дома фильтры. И не знал для чего. Тут я прочитал на форумах, что это идет для шумопоглощающих фильтров. Давайте попробуем, как без него работает, как с ним. Будут ли отключить или нет. Так. Теперь снимем шумопоглощающий. Затем основной. Положили. Все. На своем месте закреплено. Не знаю. Мне кажется, никакого отличия нет. Вот. Теперь с этим контейнером точно все. Пришла батарейка со зона. Сейчас распечатаем, измерим, включим и попробуем работу робота-пересоса. Так. Так вот оно упаковано. Здесь у нас была на 2600. микроампере часов. А здесь у нас на 3400. То есть хватать ее нужно побольше. Провод у оригинальной маленько длиннее. Видим. Как бы, в принципе, больше такого отличия-то нет. По ширине вроде они. Все одинаковое. Все должно подойти. Давайте измерим, сколько сейчас выдаст. 14,24 видим напряжение. А старый раз выдает. 00,18. И так разобрал. Почти. Давайте измерим. То есть измеряем батареечку и напряжение 0. На второй батарейке 359. На третьей батарейке у нас 0. И на четвертой батарейке тоже 0. Видимо, в ютубе есть. Некоторые люди их восстанавливают. Но говорят, смысл нет. Одна вот эта батареечка стоит 700 рублей. 600-700. Вот и подумайте. За этот новый комплект 1500 с копейками отдал. Есть ли смысл их восстанавливать или нет, решайте сами. Ладно. С этим мы разобрались. Что у нас аккумулятор. Плохой. Видим, тут какие-то окиси такие. Видать все не приходит в свое время. Следующим шагом, если у вас это была пленочка, можете оставить, чтобы вам вытащить. Потом было поудобнее ваш аккумулятор. Потому что он в комплекте почему-то и не было. Здесь есть такая ручка. Так, подцепляем. Выкладываем. Закручиваем два винтика. Все, пылесос почти собран. Не знаю как у вас, у меня не осталось ни одного винтика. Что очень удачно. Теперь ставим бункер на свое место. Чтобы не поцарапать стекло, когда будете разбирать, как-то видеть какую-нибудь подкладочку. Типа такой. Может пошире. В бункер поставили. Включаем наш пылесос. Включается. 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 Не включается. нажать вот эту он off ну что ж, вот мы изучили пылесос, я вам рассказал что в нем находится как его разбирать как собирать на что обратить внимание на датчики, достались только пыли то есть ни много ни мало такое количество пыли мешает вашему роботу пылесос работать и разряжает его аккумулятор быстрее так что те узлы, которые я вам показывал где было много пыли и где требуется смазка смазывайте как вам посмотреть у вас датчики падения работают или нет взяли телефон включили ваш пылесос и вы вот увидите такие фиолетовые огоньки на всех датчиках то есть если они у вас светятся значит вот эти датчики падения у вас работают теперь нам осталось испытать бампер то есть мы видим видели здесь у нас идут два датчика которые мы смотрели рабочий или нет давайте попробуем нажали один датчик нажали второй датчик видим то есть получается при нажатии ваш пылесос должен отъезжать обратно нажимаем на эту сторону такая же операция ну что ж вот мы изучили пылесос я вам рассказал что в нем находится как его разбирать как собирать на что обратите внимание на датчики достались только пыли то есть ни много ни мало а вот такое количество пыли мешает вашему роботу пылесосу работать и разряжает его аккумулятор быстрее так что те узлы которые я вам показывал где было много пыли и где требуется смазка смазывайте хотя бы раз в два месяца и мойте обслуживайте ну на этом мой первый опыт с роботом пылесосом закончен если вам понравилось это видео не забывайте ставить лайки подписываться на канал если есть пылесосы которые вам надо отремонтировать можете присылать попробую сделать до свидания с вами был канал я и мой принтер спасибо спасибо